Знаете ли вы лучших пилотов мира Формулы-1? Один из них Патрик Тамбе. Родился 25 июня 1949 года во Франции. Патрик впервые попробовал себя в автомобильных соревнованиях в начале 70-х. Проявив себя как незаурядный гонщик, вскоре он был приглашен в один из мелких французских национальных чемпионатов под эгидной нефтяной компании Elf Accutain. В 1977 году парижанин наконец находит себе место боевого пилота в Формуле-1, подписав контракт сначала с 2T Racing Organization, а вскоре оказавшись в Céodó Racing. Остаться в Формуле-1 не удалось, и в 1980 году француз вновь ушел в КНМ, где у него опять было мало соперников. Успехи в гонках спорт-прототипов возвращают интерес к нему со стороны в команд Формуле-1 и в 1981 году. При поддержке Тедди Иппа он возвращается в чемпионат мира. Несколько удачных гонок за Céodó Racing открывают ему путь в состав одного из лидеров чемпионата мира команды Legear. Время, впрочем, вновь оказалось неудачным. После двух лет рассвета организация входила в полосу кризиса, ей с трудом хватало сил на расплечение нужного результата для своего первого номера Жакалафита. У Тамбе в этой ситуации постоянно что-то ломалось, и из-за восьми гонок за коллектив из-за Бреста он не закончил ни одной. На сезон 1982 года француз вновь остается без контракта. Но тут ему помогает случай. В Бельгии в квалификации наспех разбивается его друг. Канадец Жиль Вильнев. И после некоторых раздумий Энсо Феррари именно Патрика выбирает ему на замену. После нескольких прикидочных тестовых сессий Тамбе выходит в заводскую Феррари на стад Гран-при Ниндерландов. Нестабильность лидеров пилотона того сезона и вполне приличная скорость машин итальянской команды позволила Патрику вскоре регулярно бороться за подиумы, а на Гран-при Германии задержать свою первую победу в рамках гонок чемпионата мира. Там же, на немецкой земле, он вдруг оказался лидером Феррари. Боровшийся за титул Диди Перони угодил в серьезную аварию, после которой так и не смог больше вернуться в рамки. Француз в этой ситуации сделал все возможное, чтобы принести итальянской организации Кубок Конструкторов. Под конец сезона он также мог побороться и за личный титул, но два невыгода на старт из-за боли спине лишили его этой возможности. Сезон 1983 француз также проводит в Маланелло. Подтверждая свою прошлогоднюю скорость, он весьма быстр и в квалификациях, и в гонках. Но серия технологических проблем приводит к пяти сходам, из-за которых в личном зачете он оказывается лишь на четвертой строчке. Шанса исправить что-то Патрик не получает. Его место занимает надежда итальянского автоспорта Микеле Альборетто, а сам он вынужден уйти из Ренаулт. В третий раз горит за карьеру, француз переходит в команду недавнего лидера Пилотона в момент, когда у него начинается спад результатов. Ренаулт в сезоне 1983 года баловалась за личный титул и была близка к победе. Но из-за своей всегдашней ненадежности техники его упустила. Его прошлых уни лидер Айлен Прост ушел, возрождавшийся МФС Лан. Тамбе в этой ситуации оказался под большим давлением со стороны руководства и национальных СМИ. Вскоре стало понятно, что повторить прохожженные успехи будет невозможно. И машина была очень ненадежна, и пилоты команды с рудом выбирали хоть какие-то очки. Промучившись два сезона, французский консенсус закрыл свою программу в чемпионате мира. Патрик, потеряв одно место в пилотоне, быстро нашел другое, подписав контракт с командой своего старого знакомого американца Карла Хааса. Второй сезон проекта Хаас Ла-Ла принес ему его хозяину несколько очков, включая два от Тамбе, и в конце года привел к закрытию команды. Всем спасибо за просмотр! Ставьте лайки! Подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока!